Я вообще, конечно, потрясен в том плане, что, ну, действительно, все заостренные вопросы, которые сейчас существуют, я, в общем-то, тоже за литературой смотрю, графеновой. И не только графеновой, а рядом графеновой, вообще углеродные материалы здесь просто очень интересные были, замечательные. И дискурсии, ну, просто даже вот, кажется, затяжкой времени было небольшим, но это просто необходимо нам всем обсуждать. И каждый доклад, я вот что обратил, каждый доклад были вопросы. Это вот, вот это замечательно. Уровень конференции очень высокий, главный уровень организации очень высокий, что меня просто поразило. Из российских конференций я не встречал пока, так сказать, так удобно, качественно сформированных, я бы сказал, организованных конференций. Думаю, что черноголовка не совсем однозначно вариант с точки зрения проведения второй конференции, потому что Новосибирский академик «Кородок» — это просто, ну, как бы специально сделанное место для проведения конференций, а черноголовка все-таки не наукоград, там, скажем, продолжение таких конференций. Но я бы все-таки посоветовал будущему комитету организовать некие дипломы для молодежи. Вот это, на самом деле, мой опыт подсказывает, что это очень хорошее подспорье. ...теплофейки. Мне очень жаль, что у моих коллег здесь было очень мало на конференции, хотя у нас есть люди, которые занимаются этой проблемой. Но хотелось сказать следующее, что вот кроме того, что эта конференция очень интересная, а мне есть чем сравнивать, сейчас параллельно происходит, уже закончилась конференция лаврентийских чтений по гидродинамике, здесь намного интереснее, чем там, ну, по своим причинам. Но в заключительном слове я хотел бы всего лишь один аспект заметить. Не защитите меня фантазером, но вот есть такое мнение, что графен — графен, это уникальная ситуация для исследования пространства как такового, его фундаментальных свойств. Что я имею в виду? Еще Панкаре в свое время показал, что электромагнитное взаимодействие может существовать только в трехмерном пространстве. Соответственно, если пространство одномерное или двумерное, внутри электромагнитного поля как такового быть не может. Но вот на границе связанное состояние с фотонами, конечно же, существует. И все, что мы наблюдаем из свойств графена, это вот свойства таких связанных состояний. Спасибо. Было очень интересно слушать и участвовать в этом.